здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал удивительные фотографии парижа 1870 прежде чем значит показать вам в эти самые фотографии рассказать в чем тут дело значит на что я обратил внимание давайте значит я для начала зачитаю вам в чем собственно дело откуда эти фотографии взяты где их нашел значит лазил я лазил вот так вот и нашел интересные вот такие фотографии в библиотеке конгресса ребята давайте я вам значит зачитаю кое-что вот тут интересно и вот сразу куда попадаешь сразу же переводится обратите внимание очень классно все сделано вот тут написано мировая цифровая библиотека библиотека конгресса есть интерактивные карты те темы сроки ссылки значит я вам оставлю лазите на здоровье может быть чего-нибудь интересного найдем найдете давайте значит по поводу фотографий отель девиль до пожара это вот это я вам показывал франко-прусской войны стал рост напряженности между францией и пруссии в 1860-х годах франция при императоре наполеоне третьем была полна решимости проверить рост прусской власти и отомстить за то что он увидел как ряд дипломатических унижений пруссии при канцлере отто фон бисмарке считал что прусские у воины немецких государств против франции станет решающим шагом к соединению единой германской империи конфликт начался 19 июля 1870 года когда франция объявила войну французская армия оказалась совершенно не подготовленной и потерпела сокрушительное поражение при прибитые приседания открыв дорогу на париж к 19 сентября немцы уже полностью окружили город и начали осаду которая продлилась более четырех месяцев отрезанные от поставок продовольствия из сельской местности парижане пытались выжить ели собак кошек и даже большинство животных в зоопарке деревья на велисейских полях и в парках были вырублены и сожжены в качестве топлива 5 января немецкие войска начали арт обстрел города который продолжался несколько часов каждую ночь в течение 23 суток около 12 тысяч снарядов на парижских кварталы убив около 400 человек париж сдался 28 января эффективно положил конец войне войне поражение французов последовало народная восстань после поражения последовало народное восстание и создание в марте 1871 года парижской коммуны революционное правительство сформированное в соответствии с анархическим и социалистическим принципами коммуна была жестоко подавлена в мае 1871 года французские войска под правительством адольфа тиера в течение краткого времени в котором ком коммунаров контролируемых парижа они раза разобрали императорскую колонну на вандомской площади здесь значит есть вот интересные можете посмотреть про эту самую вандомскую колонну здесь есть фотографии сейчас наверное я вам по-быстрому покажу очень интересная эта колонна так подавление коммуны привело к дальнейшему значительному ущербу для города как коммунары подожгли дворец тюри лувра и других зданий и как отчаянные бои между коммунарами и контрреволюционными силами были разрушены и повреждены многие другие структуры осада парижа 1870 71 представляет собой альбом из 110 фотографий сделанных агюстом бруно бруквее 1823 75 год рождения французский фотограф и фото журналист новаторские документирование осады и последствия бомбардировок а также разрушения произошедшие во время парижской коммуны альбом из коленцы и из коллекции терезы кристины марии который был собран императором бразилии педру вторым и передаем им в национальной библиотеке бразилии значит вот откуда вот эти самые фотографии давайте значит я вам теперь покажу что чем они меня заинтересовали значит вот смотрите здесь тем темы все есть очень интересно посетите значит смотрю я смотрю фотографии их тут у огромное количество так давайте когда для начала интересно вот к этой фотографии вернемся смотрите ребята значит вот этот вот как его отель девиль до пожара очень классно здесь так все смотрите как вот она вот так вот приближается так что смотрите можете интересные может быть кто-нибудь чего-нибудь интересное обнаружит найдет смотрите какие будочки вот такие стоят вот с таким вот куполом типа чего я обратил на внимание на это фотографии обратите внимание какой уровень воды вот перед этим отелем и вот даже есть вот такой вот ход к воде а теперь давайте ребята посмотрим фотографии сейчас как выглядит этот отель так о обратите внимание покуда видите это тот же самый отель вот он девиль в париже мэрия города видите то есть после 1870 года что-то произошло что уровень вот так вот поднялся смотрите вот этот выход торчит вот чуть-чуть вот маленькая кошечка видите на так а вот он был вот такой так теперь смотрите еще кое-что интересное это это скорее всего электричество что ли идет да где сейчас вам покажу покажу вот вот она видите и вот на лодке кабель лежит вот он лодка специально по лодке идет кабель здесь по лодке вот он вот он здесь на лодке он лежит видите да и куда-то туда что что вот это ну короче сами смотрите может кто-нибудь что-нибудь увидит видите да очень интересно так значит что я на что я обратил внимание в этих фотографиях самое главное ребята я вообще-то старинные фотографии искал я атмосферное электричество шпили понимаете да купольные генераторы по-разному это все дело называется так вот на этих фотографиях парижа я не нашел ни одного электрического столба ребята ни одного просмотрел я уже наверное ну штук я не знаю 60 этих фотографий тут сколько их 110 вроде бы написано не нашел ни на одной фотографии ни одного электрического столба фонари стоят а вот электрических столбов нету ребята вот обратите внимание вот вам видите да фонари причем фонари эти скорее всего газовые потому что там на некоторых где вот боевые действия видно где разбитый плафон там просто стерженек такой торчит трубочка фитилек так что ребята предлагаю вам посетить библиотеку конгресса и посмотреть вот эту вот подборку фотографии парижа спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания